Итак, ребята, сегодня мы начинаем новый цикл лекций по имплантологии. Сегодняшняя лекция – это история развития зубной имплантации. Она должна была быть, конечно, прочитана первой, но в прошлом полугодии не получилось. Поэтому мы прочтем ее сегодня. История развития дентальной имплантации. Идея имплантации зубов стара как мир, что подтверждают археологические находки. В 1931 году в районе плато де Лос-Муэртас на территории современного Гондураса доктор Папе Ноэ нашел фрагмент нижней челюсти инка, датированный VI веком до н.э. В лунках 42, 41 и 31 зубов сохранились имплантаты, изготовленные из панциря морских медий. Имеются также доказательства применения зубных имплантатов в I-VI веке н.э. на территории Европы. В 1998 году доктор Грабази Мурал и Бернадоу сообщили о найденном в провинции Шантабре во Франции в черепе 30-летней женщины, жившей в I веке н.э. с металлическим имплантатом в лунке клыка верхней челюсти. На основе археологических изысканий в Анатолии, Турция, доктор Атилла в 1993 году приводит описание зубного имплантата, выточенного из камня, середина VI века н.э. Прямых свидетельств использования зубных имплантатов в VI-XVIII веке н.э. пока нет. В то время донтисты больше занимались трансплантацией, а не имплантацией зубов. Косвенное упоминание об имплантации имеется лишь у доктора Бауэра, который в своем трактате по истории медицины, вышедшем в 1556 году, писал об использовании зубных металлических имплантатов на Сицилии. В конце XIX века некоторые ученые вернулись к идее имплантации зубов. Доктор Перри изучал возможность использования зубных имплантатов из золота, фарфора и платины, установленных в сформированные хирургическим путем в челюстях лунги. О собственном опыте применения имплантатов в 1891 году в Санкт-Петербурге доложил Знаменский на 4-м Пироговском съезде. В том же году доктор Хартман сообщил о возможности использования внутрикосного имплантата для замещения отсутствующего зуба и предложил оригинальный способ фиксации искусственной коронки к имплантату с помощью винта. А в 1909 году доктор Гринфилд разработал еще один вариант конструкции имплантата и способа фиксации к нему искусственного зуба с помощью специального замка. Эскиз этой конструкции дошел до наших дней. Суммировать и объективно оценить результаты имплантации тех лет трудно, так как до введения в хирургию листером понятия антисептика почти всегда происходило инфицирование операционной раны и отторжение имплантатов было обычным явлением. Применение антисептиков значительно снизило риск инфицирования операционной раны, что обеспечило огромные успехи во всех областях медицины, в том числе и в имплантационной хирургии. Уже в 1914 году травматолог Лейн получил положительные результаты лечения переломов с использованием пластин из нержавеющей стали, фиксируемых кости винтами. Тогда же он сформулировал один из основополагающих принципов имплантационной хирургии. Хороший эффект может быть достигнут только при тщательной методике операции. Введение понятий антисептики и тщательного, а травматичного отношения к тканям позволило приступить к целенаправленному поиску имплантационных материалов. Первый патент на относительно устойчивой коррозии в жидких средах организма и пригодный для имплантации металл, молибденовую, сталь был получен в 1926 году. Эту сталь хирурги достаточно широко начали применять для остеосинтеза. В 1936 году доктор Венебл и Струк нашли новый, практически невосприимчивый к электрохимическим воздействиям тканевой жидкости организма сплав Виталиум. И уже в 1939 году Струк осуществил имплантацию винтового имплантата из этого материала, установив его в лунку удаленного зуба. В начале 1940-х годов шведский стоматолог Дахов предложил субпериастальный имплантат, опирающийся на костную ткань альвеолярного отростка. Идея субпериастальной имплантации основана на прочности прикрепления коллагеновых волокон надкосницы, так называемых шарпиевых волокон, костной ткани, которые при конгруентности опорных элементов имплантата и рельефа альвеолярного отростка челюсти способны обеспечить стабильность самого имплантата и опирающегося на него зубного протеза. В Швеции изобретение Дахла было встречено стоматологической общественностью, что называется в штыки. А в Соединенных Штатах, напротив, эта идея нашла широкую поддержку и была признана такими известными специалистами, как Колберг и Герцков. Современный период развития дентальной имплантации начался в 1947 году, когда итальянский врач Фармигини, применив на практике имплантат собственной конструкции, документально доказал возможность функционирования внутрикосных имплантатов в качестве опоры зубных протезов. Кроме того, он сформулировал основные задачи имплантологии, еще только зарождающегося направления стоматологии. Первая задача – это изучение общей и местной реакции костной ткани на имплантат. Вторая – определение оптимального варианта тканевого ответа на имплантат. Третья – определение оптимального материала и конструкции имплантата. На решение именно этих задач и были направлены усилия специалистов на протяжении последующих лет. В 1955 году, впадуя на первом симпозиуме применения аллопластических имплантатов, доктор Хаммер и доктор Палази на основании собственных морфологических исследований доказали отсутствие каких-либо патологических реакций на имплантаты из кобальто-хромового сплава. В 1956 году доктор Бодин на конференции в Далласе, Соединенные Штаты, представил результаты морфологического изучения тканей, окружавших функционирующие несколько лет субпериостальный имплантат, установленный на верхнюю челюсть собаки. Автор сделал следующие выводы. Первое. Эпителий не распространяется глубоко и образование капсулы вокруг опорных лент имплантата не происходит. Второй вывод. Ткань, контактирующая с расположенными под надкосницей частями имплантата, это типичная соединительная ткань. Третий вывод. Ткань вокруг шейки имплантата в зоне сообщения с полостью рта аналогично построению ткани, формирующей зубодесневой контакт. Четвертый вывод. Картина воспаления в области десневой манжетки шейки имплантата аналогично таковой в области десневых карманов естественных зубов. В начале 50-х годов были осуществлены экспериментальные исследования по изучению морфологии тканевого ответа на внутрикосные имплантаты. Доктор Пасквалини одним из первых провел серию экспериментов на собаках, сформулировав следующие вопросы. Первый вопрос. Какова реакция окружающих тканей на различные имплантационные материалы? Вопрос второй. Какие материалы лучше использовать для ретенции искусственных корней? Третий вопрос. Какова реакция и состояние слизистой оболочки в области контакта с выступающим в полость рта имплантатом? И четвертый вопрос. Как будет вести себя имплантат и окружающая кость под воздействием жевательной нагрузки? Доктор Пасквалини использовал имплантаты из акриловой пластмассы, фарфора, золота, бинарные сплавы, золото с платиной и платину с иридием, а также имплантаты из виталиума. Результаты экспериментов оказались весьма интересными. Наиболее позитивная реакция костной ткани и слизистой оболочки отмечается при использовании виталиума и бинарных сплавов. Морфология слизистой оболочки напоминала зубодесневое прикрепление, а на уровне костной ткани наблюдалось примыкание к имплантату как к требеку около 50% площади контакта, так и фибрил, имеющих коллагеновую природу. Использование этих материалов позволило достичь высокой степени ретенции имплантатов без их видимой подвижности. В случаях применения пластмассы и фарфора часто регистрировались отклонения от нормальной морфологии окружающих тканей. Большая часть этих имплантов была окружена волокнисто-тканной капсулой, при этом наблюдалась их подвижность. Второе. После функциональной нагрузки, воздействующей в течение нескольких месяцев на имплантаты из бинарных сплавов и из виталиума имела место следующая тканевая реакция кости. В некоторых областях рассасывается костный матрикс тробеку, но их остеоциты сохранены и окружены базофильным ореолом. Между поверхностью имплантата и примыкающей к нему костью был обнаружен очень тонкий слой коллагеновых волокон, исходящих из костного матрикса. Пространство между некоторыми тробекулами заполняет имеющая обычную пластиночную структуру кость и создается впечатление, что вокруг имплантата формируется слой компактной кости без костно-мозговых пространств. Таким образом, доктор Пасквалини заметил принципиально новую, до этого неизвестную реакцию кости на имплантаты. Примыкание костной ткани к имплантату без образования соединительно-тканной капсулы и сохранение этого примыкания после приложения функциональной нагрузки. С 1951 года в качестве материала для имплантатов стали использовать титан. Его также применяли при изготовлении специальных оптических камер для витальной микроскопии, используемой физиологами и биологами для изучения процессов кровообращения и жизнедеятельности клеток непосредственно в живых тканях. начиная с 1952 года такие исследования проводил Пьер Ингвар Бранемар в лаборатории витальной микроскопии, а затем в отделении экспериментальной биологии университета Гетеборга, Швеция. В ходе этих работ было сделано одно из фундаментальных открытий имплантологии. В костном ложе, которое подготовлено травматично и точно соответствует по форме устанавливаемой титановой конструкции, происходит прочное сращение поверхности металла с костью. Доктор Бронемарк с коллегами в полной мере оценили значение этого феномена, названного позднее осоинтеграцией, и посвятили его изучению последующие 30 лет своей деятельности. Под руководством профессора Бронемарка был открыт механизм взаимодействия имплантата с окружающими тканями и сформулированы условия достижения осоинтеграции, основанные на современном понимании биологии и использовании закономерностей регенерации костной ткани. 60-е и 70-е годы прошлого столетия время активной разработки конструкций разнообразных по форме имплантатов. Одни из них стали прообразом выпускаемых сейчас многими фирмами зубных имплантатов, другие применяются в первозданном виде и в настоящее время. В 1962 году французский врач Черчев адаптировал конструкцию спиралевидного имплантата доктора Фармигини и предложил собственный вариант винтового имплантата, внутрикосная часть которого напоминала штопа. В том же году французский стоматолог Сциолом изобрел игольчатые имплантаты, которые применяются некоторыми специалистами и в настоящее время. В 1969 году Линков изобрел пластиночную конструкцию внутрикосного дентального имплантата, что позволило применять его при узких альвеолярных отростках челюсти. Они нашли широкое распространение. В 1969 году была предложена конструкция транссосального трансмандибулярного имплантата, использована при выраженной атрофии кости и угрозе развития патологического перелома. Были предложены имплантаты, имеющие основание в форме диска, рассчитанные на установку вальвеолярный отросток сбоку и опирающиеся своей нижней частью на область внутреннего и наружного компактных слоев кости. Кроме того, появились конструкции имплантатов, предназначенных для пациентов с крайне атрофированной нижней челюстью. В 1964 году доктор Смол начал разрабатывать ортопедическую пластину для предупреждения патологических переломов, которые могут случаться вследствие крайней атрофии нижней челюсти и одновременного обеспечения фиксаций съемных протезов. Имплантат, который представлял собой пластину с ретенционными и чрезкостными штырями, Смол использовал впервые в 1968 году. Его идея получила дальнейшее развитие благодаря работам голландских челюстно-лицевых хирургов Боскера и Иван Дика, которые предложили разборной вариант конструкции имплантата Смола, назвав его трансмандибулярным имплантатом. В отличие от других дентальных имплантатов, его основание дугообразная скоба устанавливается на нижний край тела нижней челюсти вне ротовым оперативным доступом. Два штифта имплантата внедряются в кость, проходя ее насквозь. Выступая в полость рта, они служат для фиксации съемных зубных протезов. Еще одну оригинальную конструкцию имплантата, специально предназначена для трофированной нижней челюсти, предложил в 1970 году доктор Робертс. Этот имплантат имеет форму разветвленной пластины и рассчитан на внедрение в кость в трех местах. во фронтальном отделе и области ветвей нижней челюсти. Он может служить опорой как для съемного, так и несъемного зубных протезов. Одновременно с морфологическими исследованиями и разработкой конструкций велись поиски новых материалов для изготовления имплантата. Изучалась возможность использования не только металлов, таких как титан, золото, их сплавы, никель, хром, ванадевые сплавы, но и керамики алюмооксидной и гидроксиапатитной, стекловидного углерода, ситала, а также композиционных материалов, плазменного напыления на поверхность титана алюмооксидной, керамики, гидроксиапатита, три кальций и фосфатов. К концу 70-х годов прошлого столетия был накоплен большой клинический опыт применения внутрикосных дентальных имплантатов, проведены многочисленные экспериментальные исследования по морфологии тканевого ответа на имплантаты, взаимодействию их с окружающей костной тканью, а также осуществлен широкомасштабный мониторинг и статистический анализ результатов использования имплантатов в качестве опоры зубных протезов. Кроме того, было разработано несколько клинических подходов. так называемые основные концепции зубной имплантации. Первое, это многотиповой подход, сформулирован Линковым и доктором Муратори, подразумевающий применение нескольких типов имплантатов, не только внутрикосных, но и субпериостальных, различных по форме. Это винтовые могут быть пластиночные, дисковые, в зависимости от анатомических условий. Вторая концепция, концепция бикортикализма, предложенная доктором Горбачио, предусматривающая использование винтовых имплантатов с установкой в зону верхнего и нижнего компактных слоев костей. Третья концепция имплантационной изотопии доктора Муратори, суть которой заключается в том, что число устанавливаемых имплантатов должно соответствовать количеству отсутствующих корней зубов. Однако, официальными медицинскими структурами многих стран дентальная имплантация не признавалась как научно обоснованное направление стоматологии. Возникла парадоксальная ситуация. С одной стороны, метод имплантации широко внедрялся в клиническую практику. По некоторым данным, с 1965 по 1975 годы 10 лет было произведено более 300 тысяч имплантаций. А с другой стороны, многие авторитетные специалисты относились к нему скептически. В 1978 году в Гарвардском университете состоялась согласительная конференция называлась она имплантация польза и риск, где были выслушаны точки зрения за и против. И хотя обсуждались и анализировались результаты применения только четырех видов имплантатов, таких как субпериостальные, трансмандибулярные, цилиндрические из стеклоуглерода и пластиночные из хромоникелевых сплавов. И не были представлены данные клинических наблюдений ведущих в то время групп специалистов Браны Марка, Шродера, Муратори, Пасквалини, Горбачио. В итоговой резолюции была отмечена целесообразность дальнейших исследований в области дентальной имплантации. На основании статистического анализа применения имплантатов было сделано следующее заключение. Поднадкосничные имплантаты могут успешно функционировать в 90% случаев в течение 5 лет и в 65% случаев в течение 10 лет. Данные основаны на результатах применения 200 имплантатов 5 специалистами. Имплантаты, разработанные доктором Смолом, могут функционировать в течение 5 лет у 95% пациентов, это результаты правда только одного исследователя, который провел лечение 43 больных. Следующее заключение. Имплантаты цилиндрической формы из стеклоуглерода имеют в среднем 55% уровень выживаемости в течение 3 лет. Данные двух специалистов, установившие 133 имплантата при одиночных дефектах зубных рядов. И четвертое заключение. Пластиночные импланты, применяемые при концевых дефектах зубных рядов, впоследствии включенные в протезную конструкцию вместе с зубами, успешно функционируют на протяжении 5 лет в 90% случаев. Данные двух авторов, сообщивших о 200 наблюдениях. имплантатов. В то же время было отмечено, что использование пластиночных имплантатов в качестве опоры несъемного мастовидного протеза при полной дентии эффективно приблизительно в 75% случаев. Для оценки различных конструкций имплантатов и возможностей их использования в клинической практике проводился опрос участников конференции. Были выделены четыре основных категории оценки. Категория А. Неограниченное применение имплантатов при любых формах адентии. В эту категорию не вошел ни один имплантат. Категория Б. Использование с дополнительными рекомендациями в зависимости от клинической ситуации. К этой категории были отнесены субпериостальные, пластиночные, пластиночные только при концевых дефектах имплантаты. Категория С, которые только клинические испытания, были включены цилиндрические имплантаты из стеклоуглерода и имплантаты доктора Смола. В категорию Д имплантаты, противопоказанные в клинической практике, не вошел ни один имплантат. Таким образом, принятая участниками Гарвардской конференции итоговая резолюция стала первым шагом на пути преодоления психологического барьера со стороны той части стоматологов, которые считали имплантацию диковинным, малоэффективным методом лечения. И, наконец, дентальная имплантология была официально признана в ряде стран перспективным и научно обоснованным подходом в экклюзионной реабилитации больных, страдающих различными формами адентии. Стали развиваться университетские программы, были учреждены кафедры дентальной имплантации и организованы научно-исследовательские центры по проблемам имплантологии. Университеты Нью-Йорка, Чикаго, Торонто, Милана, Токио были созданы крупные научно-исследовательские институты, ставшие ведущими специализированными центрами по изучению дентальной имплантации, такие как Институт прикладных биотехнологий Гетеборг-Швейн, Швеция, Институт Штраумана, Вальденбург, Швейцария, Колумбийский университет, Нью-Йорк, Соединенные Штаты. В 1982 году в Торонто, Канада, прошла конференция по проблемам морфологического взаимодействия имплантатов с костной тканью. Ее итогом стало признание оцеоинтеграции как наиболее обоснованного с научной точки зрения варианта сосуществования имплантата с костной тканью, обеспечивающего длительное и прогнозируемое функционирование имплантатов в качестве опоры зубных протезов. Конструкция двухэтапных винтовых имплантатов бронемарка нашла широкое применение на практике. Была официально признана и одобрена стоматологическими ассоциациями большинства стран мира, что и предопределило дальнейшее развитие конструкторских идей дентальной имплантации. В 80-е годы было предложено огромное количество конструкций, большинство из которых является модификацией имплантата системы бронемарк и лишь некоторые имеют оригинальные элементы. К ним можно отнести цилиндрический имплантат с амортизатором разработанный доктором Киршем. Созданные в институте Штраумана полые и цельные имплантаты с внутрикосной частью обработанной по технологии плазменного напыления. Они объединены в систему под торговой маркой ITI Bonifit и имеют две версии одно и двухэтапную. имплантат разработанный Смирновым внутрикосная часть которого выполнена из сферических гранул титана спеченного методом порошковой металлургии. Внутрикосный элемент этого имплантата имеет сквозную пористость что обеспечивает прорастание костной ткани и значительно увеличивает площадь осоинтегрированного контакта. Интересной разработкой является также двухэтапная версия пластиночных имплантатов выпускавшихся под названием StarToneus. Были также предложены имплантаты из алюмооксидной керамики наиболее известной из них имплантаты марки BioLox и Free Elite 1. Следует отметить, что введение термина осоинтеграция не только послужило толчком к развитию имплантологии, но и вызвало, как справедливо заметил доктор Мефферт, некоторое замешательство среди стоматологов относительно сроков и условий достижения этого состояния. С одной стороны, идея осоинтеграции вошла в моду, а с другой, биологическая сущность этого феномена не была в достаточной степи осмыслена, поэтому многие специалисты использовали это чисто морфологическое понятие в клинической практике в качестве аргумента, в качестве аргументации и преимущества двухэтапной имплантации. Смешение биологических понятий с хирургическими методиками далеко не бескорыстно лоббировалось рядом фирм производителей, создававших иллюзию научного обоснования собственной продукции. Такой прямой некритический перенос морфологического сосуществования имплантатов с костной тканью в область хирургической и ортопедической стоматологии и даже в сферу производства привел к излишне упрощенному стереотипному пониманию теоретических основ имплантации многими специалистами практиками. Сформировались даже определенные штампы осо интегрированные значит хорошие это винтовые или цилиндрические имплантаты рассчитанные на двухэтапную методику применения. И одноэтапные винтовые а также пластиночные это не осо интегрированные значит плохие имплантаты. По сути утвердившиеся 80-е годы в среде значительной части стоматологов представление об осо интеграции стало своего рода революцией идей со всеми вытекающими последствиями отрицанием опыта прошлых лет непримиримостью по отношению к иной точки зрения и чрезмерной верой в новую концепцию и свою правоту. главным объектом для жесткой критики стали воззрения доктора Вейса о возможных преимуществах формирования фиброзной связки между имплантатом и окружающей костью фибро-оссо-интеграция по мнению исследователя существует два основных варианта физиологической тканевой интеграции с имплантатом фиброзно-костная и костная интеграция при установке имплантата из титана какой бы то ни было формы пластиночной цилиндрической или винтовой в отравматично сформированное костное ложе и оставлении его без функциональной нагрузки в среднем через 6 месяцев наступает осо-интеграция После приложения жевательной нагрузки происходит структурная перестройка кости в результате которой вокруг имплантата образуется соединительно-тканная связка наподобие парадонта Высказанная гипотеза о морфологическом варианте тканевого ответа на функционирующий имплантат была привязана конкретным формам имплантатов и хирургической методике их применения так пластиночные и одноэтапные винтовые имплантаты стали в кавычках фибро-осо-интегрированными а за двухэтапными винтовыми имплантатами закрепилось название опять же в кавычках осо-интегрированные таким образом в 80-е годы прошлого столетия прошли под знаком конкуренции идей сторонников осо- и фибро-осо-интеграции при этом теория осо-интеграции явно доминировала и это вполне объяснимо ну во-первых она основана на фундаментальных экспериментальных исследованиях проведенных на самом высоком уровне с использованием достижений современной науки и техники доказана возможность непосредственной и очень прочной связи костной ткани с имплантатами из целого ряда биосовместимых материалов во-вторых проведен глубокий статистический анализ отдаленных результатов применения двухэтапных имплантатов уже к концу 80-х годов прошлого столетия было документально подтверждено что они могут функционировать в течение 15 лет с точки зрения клинической практики привлекательность использования двухэтапных винтовых или цилиндрических имплантатов для большинства стоматологов также вполне объяснима подход предложенный профессором бронемарком является унитарным то есть в различных клинических ситуациях используется только один вариант конструкции имплантата что позволило разработать простые и удобные схемы лечения и сделать методику более доступны для многих практикующих врачей и удобны для преподавателей университетов однако по мере накопления клинического опыта был выявлен целый ряд спорных положений теории оцеинтеграции и недостатков унитарного подхода проведенные в начале девяностых годов экспериментальные исследования поставили под сомнение зависимость достижения состояния оцеинтеграции от формы методики применения и принципа исключения имплантата на 3-6 месяцев из функциональной нагрузки предпосылками для ревизии некоторых первоначальных воззрений стали многочисленные данные о возможности непосредственного контакта между костью и функционирующими достаточно длительное время одноэтапными имплантатами различной формы протезирование на которых осуществлялось через 2-3 недели после операции в качестве примера можно привести уникальное наблюдение из практики доктора Ниборга Норвегия подробное описание которого любезно предоставлено специально для публикации доктор Ниборг и профессор Донах проводивший морфологический анализ в отделении патологии полости рта госпиталя Гамбургского университета пишут Материалом для исследования явилась нижняя челюсть 75-летней женщины которая завещала эту часть своего тела для морфологического исследования после смерти Имплантация проведена на беззубой нижней челюсти 10 марта 1980 года Было осуществлено несъемное протезирование Нижняя челюсть взята для исследований 15 февраля 1990 года то есть спустя 10 лет на следующий день после кончины пациентки Описание макропрепарата Нижняя челюсть с шестью винтовыми бикортикальными имплантатами находящимися 10 лет ин-ситу то есть 10 лет находящимися при жизни в нижней челюсти и установленным на них мастовидным протезом сделанным из металла и пластмассы Нижняя челюсть была разрезана в вестибулярно-ротовом направлении в местах расположения бикортикальных винтовых имплантатов Первый срез соответствует области 45-го зуба Второй соответствует месту расположения 44-го зуба Третий области 43-го зуба Четвертой области 41-го зуба Пятый 31-го и шестой 32-го зуба Срез номер 4 с имплантатом в области 41-го зуба содержит несколько поперечных сечений бикортикальных винтовых имплантатов Гистологическая картина Слизистая оболочка покрывающая альвелярный отросток имеет хороший контакт с металлической поверхностью всех имплантатов Нет никаких вертикальных костных карманов в области имплантатов Соединительная ткань между пролиферирующим эпителием и костью представлена круговыми волокнами коллагена сформированными вокруг поверхности имплантата которые являются главным образом гиаллинизированными Вне этой узкой соединительно-тканной зоны имеются волокна коллагена расположенные параллельно поверхности имплантата на всем протяжении от кости до слизистой оболочки Наружный край компактного слоя кости находится в прямом контакте с поверхностью имплантата нет никакой соединительной ткани между поверхностью имплантата и костью только вокруг имплантата расположенного в области 31 зуба отсутствует прямой контакт кости с поверхностью имплантата соединительная ткань в костном кармане вокруг этого имплантата содержит секвестр кости окруженный эпителием опекальная часть винтовых имплантатов в области 31 44 и 45 зубов внедрена в базальный край компактной пластинки компактная кость в области края и основании винтовых имплантатов показывает различные стадии процесса перемоделирования с линиями цементирования и включения островков недавно сформированной кости губчатый слой кости сформировался полностью на всем протяжении соответствующей части винтового имплантата тело имплантата имеет небольшой по площади контакт с костью части поверхности имплантата не имеющие контакта с костной тканью покрыты тонким слоем соединительной ткани содержащей 3-4 слоя фиброцитов между соединительной тканью и поверхностью имплантата имеются маленькие пространства с одиночными и многоядерными макрофагами микротрещины развились в губчатом губчатом слое кости в тробекулах где наблюдается резорция недавно сформированной кости части тробекул костный мозг состоит из жировой ткани и содержит незначительное остаточное явление кровоизлияния в секциях 32 31 44 и 45 наблюдается повышенная плотность губчатого слоя кости в области имплантатов в поперечных сечениях имплантата в области 41 зуба полный контакт кости со всей поверхностью бикортикального имплантата достоверно не определяется в некоторых местах на поверхности этого имплантата где отсутствовал контакт с костью наблюдались продукты коррозии которые отделены от костного мозга соединительной тканью заключение морфологические исследования установленных в нижнюю челюсть бикортикальных винтовых имплантатов функционировавших в течение 10 лет показали хорошую адаптацию и прикрепление окружающих эпителиальной и соединительной ткани хороший контакт костной ткани в области компактного слоя верхнего и нижнего края челюсти заполнение тканевой жидкостью имеющихся пространств между костью и поверхностью имплантата признаки структурной перестройки кости в компактном слое наличие микротрещин с признаками восстановления в губчатом слое кости вот аналогичные наблюдения были опубликованы многими авторами и в случаях применения одноэтапных пластиночных имплантатов доказательства достижения осоинтеграции при использовании одноэтапных имплантатов винтовой и пластиночной формы основанные на экспериментальных исследованиях представили доктор Стефил доктор Фридс и другие было доказано формирование осоинтегрированного контакта пластиночных имплантатов с костью и на основании морфологических исследований костных блоков содержащихся содержавших сломавшиеся но достаточно длительное время функционировавшие имплантаты эти исследования были опубликованы доктором Токешитой в 1989-96 годах возможность достижения осоинтеграции при использовании одноэтапных винтовых имплантатов стали признавать в середине 90-х годов даже специалисты стоявшие у истоков разработки двухэтапных методик имплантации доктор Эриксон доктор Бекер и другие эволюция представления представлений об условиях достижения осоинтеграции способствовала созданию клинического подхода предусматривающего непосредственную функциональную нагрузку сразу после имплантации осуществление этой идеи стало возможным благодаря опыту использования одноэтапных имплантатов а также изобретению доктора Хруска из Италии специального прибора для внутриротовой сварки позволяющего приваривать шинирующие титановые конструкции головкам установленных имплантатов непосредственно в полость рта даже во время операции такое надежное шинирование позволяет произвести протезирование временными пластмассовыми протезами в день операции клиническая апробация непосредственной функциональной нагрузки на имплантаты доказала эффективность этого подхода в ряде клинических ситуаций сейчас эта идея становится достаточно популярной хотя пока еще не может считаться общепризнанной и достаточно обоснованной с биологической точки зрения эволюция идей о соинтеграции отразилась и на подходах к производству и маркетингу имплантатов некоторые фирмы ранее специализировавшиеся только на двухэтапных имплантатах стали выпускать одноэтапные и их версии появились появилась одноэтапная версия имплантатов системы бронемарк некоторые производители стали снабжать имплантаты дополнительными компонентами позволившими превращать их двухэтапные версии в одноэтапные например имплантаты фирм стериоз и парагон некоторые разработки стали модификацией винтового имплантата предложенного еще 40 лет назад доктором Трамонте к ним можно отнести имплантаты КСАЙ МТАЙ и имплантаты производства корпорации МТЭК Многие производители повернулись лицом к специалистам с поддерживающим концепцию многотипового подхода стали выпускаться разнообразные по форме имплантаты объединенные в одну систему что позволило унифицировать ортопедические компоненты имплантатов и некоторые инструменты существенно расширить возможности индивидуального подхода в лечении больных упростить и сделать более эффективной работу стоматологов К таким имплантационным системам можно отнести мульти имплантационную концепцию фирмы Оралтроникс систему дентальных имплантатов Радикс включающую три основных типа имплантатов а также производственную программу фирмы АЗ имплант объединившую даже пять типов внутрикосных имплантатов таким образом к середине девяностых годов стал востребованным тот богатый опыт который был накоплен специалистами в 60-70-е годы На смену революционным настроениям пришел эволюционный период развития имплантации период нормального освоения метода на основе фундаментальных теоретических исследований и клинического опыта с учетом различных точек зрения в отношении тактики лечения и применения имплантатов Изучение основополагающих механизмов сосуществования имплантатов с тканями организма позволило методу выйти за рамки хирургической и ортопедической стоматологии Были созданы принципиально новые способы реабилитации онкологических больных Некоторые конструкции дентальных имплантатов стали использовать для фиксации экзопротезов в различных отделах лица Теория освоинтеграции и разработанная Элизаровым теория дистракционного остеогенеза легли в основу нового направления медицины тканевой инженерии с помощью которой в настоящее время стало возможным наращивание оливолярных отростков челюстей ортодонтическое лечение зубочелюстных аномалий устранение значительных деформаций лицевого скелета например при синдроме Кроузона феномен остеинтеграции стали использовать лор-специалисты у сурдологических больных применяя внутрикосные имплантаты для усиления костной проводимости звука повысив таким образом эффективность слуховых аппаратов в ортопедии теория осаинтеграции пришла на смену методикам использования биологического клея и цементов в настоящее время эта теория рассматривается как одна из наиболее обоснованных концепций фиксации имплантатов тазобедренных суставов и других ортопедических конструкций заключение и в заключение ребята как и любое значительное новшество кардинально изменяющие традиционные подходы идея имплантации прошла все классические стадии восприятия от этого не может быть до в этом что-то есть и иначе быть не может последнее десятилетие дентальная имплантация стала междисциплинарным направлением медицинской науки вобравшим в себя проблемы не только хирургической и ортопедической стоматологии но и биологии физиологии биомеханики медицинского материаловедения и биотехнологии став общепризнанным доступным и эффективным методом лечения различных форм адентии дентальная имплантация продолжает развиваться в различных направлениях но несмотря на множество клинических подходов и различные точки зрения на те или иные методики применения имплантатов их конструкции технологию производства и материалы основой совершенствования имплантации являются те фундаментальные знания которые получены благодаря длительному изучению биологических физиологических особенностей организма физико-химических свойств имплантатов и общих законов природы спасибо за внимание спасибо 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 Продолжение следует...